В эфире канал России итоговая программа событий недели в студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. В Карачаево-Черкесии началась прививочная кампания от сезонного гриппа и первыми привились сотрудники Роспотребнадзора. Крин присоединилась и наша съемочная группа. Подробнее Альбина Ламкова. Хронические заболевания у вас есть? Непереносимость лекарственных средств? Нет, ничего. Последние две недели не замечали повышение температуры, давление? Нет, ничего. Вакцинация для сотрудников Управления Роспотребнадзора Карачаева-Черкесии стала ежегодной. Прививка от гриппа поможет сохранить здоровье и убережет от вирусного заболевания. Медики рекомендуют провести вакцинацию всем желающим до наступления постоянных холодов, когда вирусных инфекций гораздо меньше. Да и болезнь после прививки протекает в легкой форме, без необходимости вызова скорой и лечения в стационаре. Привиться рекомендуется и тем, кто обычно пренебрегает вакциной, уповая на силу своего иммунитета. А в коронавирусном году прививка просто необходима. Поэтому при первой же возможности не упустите шанс и поспешите в поликлинику. Но предварительно узнайте о всех противопоказаниях. Прививку можно делать не всем и не всегда. Важно помнить, что все абсолютные противопоказания к любому препарату для вакцинации всегда прописаны в инструкции, отмечает главный санитарный врач республики. Также он рассказал, кому стоит повременить с прививкой. Вакцина делается в любом случае после осмотра врачом. Если у человека есть какие-то аллергические реакции, особенно на яичный белок, если есть какие-то серьезные заболевания, их перечень тоже есть у врачей, то, естественно, они прививке не подлежат вообще в принципе. А отложить необходимую прививку только тем, у кого есть какие-то симптомы простудного заболевания. Также Сергей Бескокотов отметил важность вакцинации от гриппа в условиях возможной второй волны пандемии коронавируса. Мы не знаем, как будет протекать инфекция в организме человека, который одновременно может получить и вирус гриппа, и вирус коронавируса. Это так называемая микс инфекция. Тем более, что в нынешней ситуации у нас сейчас в республике наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И мы не знаем, что будет у нас и этой осенью, и этой зимой. Для того, чтобы сохранить свое здоровье, каждому человеку нужно позаботиться об этом заранее. Но он должен принимать решение самостоятельно. Я каждый год делаю вакцину. Я думаю, для того, чтобы легче переносить, по крайней мере, легче привести сезон и зимой заболевания. Но я действительно легче переношу. Важно отметить, что каждый год выпускается новая вакцина. В ней учтены все штаммы вирусов, которые пришли в нашу республику в прошлом году и ожидаются в этом. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Ситуация по распространению коронавируса в республике остается сложной. Но рост заболеваемости нет. О принятых мерах нам рассказали в Роспотребнадзоре республики. Ситуация немного стабилизировалась. Если у нас со середины до конца августа наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекции, то где-то с начала сентября, ну, может быть, с первых чисел, ситуация стабилизировалась. Мы примерно держимся на одних и тех же цифрах ежедневной заболеваемости. Но, к сожалению, и снижение также пока не наблюдается. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение, мы были вынуждены ввести ограничительные меры в восьми районах республики. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, были приостановлены массовые мероприятия. Это свадьбы, это поминальные обряды, это какие-то еще массовые мероприятия с большим количеством людей. Также мы проводим сейчас совместно с районными и городскими администрациями и работниками полиции рейды по объектам торговли, общепита, общественного транспорта. И при выявлении нарушений проводится проверка полноценно, и материалы передаются в суд на приостановку деятельности данного объекта. Там, где не соблюдаются меры предосторожности, отсутствует информация для посетителей, отсутствует требование к ношению масок, наличие дезинфектантов для рук, ну и так далее. В Карачаево-Черкесии все еще действует режим повышенной готовности, что прежде всего подразумевает готовность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь, как амбулаторно, так и в стационарах, заявил сегодня глава республики. Рашид Темрезов также отметил, что необходимо продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от участия и организации массовых мероприятий. В Черкесске, где сконцентрированы крупные рестораны, запрещено проводить мероприятия с участием 50 человек, отметил глава. На базе Ужджигутинской центральной районной больницы по поручению Рашида Темрезова работает ковид-госпиталь. Он рассчитан на 170 пациентов, 20 из которых для детей. Медицинские работники временного госпиталя полностью снабжены средствами индивидуальной защиты. Также есть все необходимое оборудование, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенаппараты КГ. К 138 больничным койкам подведен кислород. В круглосуточном режиме работает лаборатория, где оперативно выполняются все необходимые анализы. На сегодняшний день здесь лечатся от COVID-19 17 жителей республики. За последние сутки в госпиталь поступило 12 пациентов. Все они получают необходимое лечение. Медикаменты предоставляются в полном объеме. На сегодняшний день на 16 число, на утро уже было 17 больных. Поступают больные со всей республики. Там есть и Ногайский район, Зеленчугский, Усть-Джигутинский район, Карачаевский район, Прикубанский район. Они поступают со всей республики. На данный момент одна больная, которая находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, а остальные находятся в общих отделениях. Когда мы собирались в первый раз открываться, были доктора Суфы. Согласно их рекомендациям, все входы, выходы, зоны, все они отмечены. И я думаю, там пересечений никакого не должно быть. На сегодняшний день смену заступали мы 2 часа ночи. Мы работаем 6 часов. Наша смена продолжается за сегодня, за сутки. То есть было госпитализировано 12 пациентов, тяжелых пациентов у нас одна пациентка. Алгоритм лечения на всех этапах все выполняется. Все врачи отталкиваются от новой, восьмой версии. В Ногайском районе количество заболевших коронавирусной инфекцией уменьшается. С августа проходит лечение 250 жителей района. Исполняющий обязанности главного врача Ногайской центральной районной поликлиники Артур Матокаев подробно рассказал вестям о том, какие меры предприняты по борьбе с COVID-19. С подробностями наш корреспондент Алихан Лепшоков. На улицах поселка Эркин-Шахар немноголюдно, как в период самоизоляции. А связано это с ростом заболевания коронавирусной инфекцией. С августа в Ногайском районе зафиксировано 250 человек с диагнозом COVID. Исполняющий обязанности главного врача Ногайской центральной районной поликлиники Артур Матокаев отмечает, что все заболевшие проходят необходимое стационарное лечение и регулярно проводится тестирование. 250 человек у нас есть, но это уже в случае там выздоровеешь. Здесь сейчас где-то получают 210-220 получают амбулаторное лечение. То есть мы их лечим на дому. Также у нас дополнительно созданы бригады скорой медицинской помощи, бригады терапевтов. У нас терапевты обслуживают наших жителей круглосуточно, то бишь всегда на телефоне. Также Артур Матокаев отметил, что на сегодняшний день количество больных постепенно снижается. В основном заболевание проходило в легкой форме и сейчас большинство пациентов идет на поправку. Охват обследования на новую коронавирусную инфекцию в принципе продолжается, но тенденция есть, что уже идем на снижение. Когда раньше, грубо говоря, было там 20-25 человек, сейчас уже 6-7-8. И уже выздоровеешь тоже становится больше. Потому что сейчас мы просто ждем отрицательных, вторых отрицательных результатов, и на этом мы уже распространены на сучатах. Работники поликлиники отмечают, что именно проведение большого количества тестов на коронавирусную инфекцию позволило вовремя выявить заболевших и оказать необходимую медицинскую помощь. Алихалип Шоков, Аслан Гирюга, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район. Больше 50 не собираться. Массовые мероприятия с большим количеством людей запрещены, сообщил мэр Черкеска Алексей Баскаев. В республике сохраняется особый режим по распространению коронавирусной инфекции, который и ограничивает проведение торжественных общественных мероприятий, либо пиминальных обрядов. Межведомственная рабочая группа, созданная мэрией Черкеска, проверила предприятия торговли и общественного питания на соблюдение всех эпидемиологических мер. С подробностями Ахмат Халкичев. Свой контроль за предприятиями торговли и общественного питания межведомственные рабочие группы, организованные мэрией республиканской столицы, ведут практически с первых дней введения особого режима. Переход к третьему этапу, снятие ограничений, большая часть жителей республики, к сожалению, приняла за победу над вирусом. Но чтобы действительно окончательно победить невидимого нашему глазу крайне коварного врага, всем нам необходимо еще чуть-чуть набраться терпения и проявить сознательность. Воздержаться от проведения массовых мероприятий, говорят участники рабочих групп. В Карачаево-Черкесии еще сохраняется запрет на проведение свадеб или других обрядов с участием более 50 человек. При входе вы, наверное, видели, что у нас дезинфектор стоит. Возле стола у меня дезинфектор. Стол у меня стоит только для меня. Если какие-то гости заходят, они присаживаются вот на диване или даже на этих стульях. По банкету. Банкетов, как видите, на сегодняшний день у нас нету. Но дистанция между столами соблюдается. Всех, пока нас официально не закрыли, все требования мы стараемся выполнять. Объясняем людям. Если у нас работает, допустим, ведущий, он в микрофон объявляет, предупреждает. При каждом выходе и заходе в ресторан дезинфицируется. У нас в холле стоит женщина, которая термоментом проверяет температуру. В рабочие группы входят представители МВД, Роспотребнадзора и органов местного самоуправления. Активность своей деятельности и межведомственные комиссии возобновились с началом сентября, когда статистика заболеваемости в регионе начала меняться не в лучшую сторону. Проверяют предприятия торговли и общественного питания на соблюдение санитарных и эпидемиологических требований. Все эти мероприятия проходят согласно постановлению главного санитарного врача Харачева Черкесской Республики. Наиболее частые нарушения – это отсутствие средств индивидуальной защиты. Некоторые предприятия общепита не соблюдают график проветривания. Где-то не ведется уборка с применением дезинфицирующих средств. Все это отмечается, везде будут приняты меры. В числе наиболее распространенных нарушений, помимо отсутствия дезинфекторов, средств индивидуальной защиты у самих сотрудников и разметки для обозначения социальной дистанции, замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии Аслан Дамалаев назвал еще отсутствие ультрафиолетовых облучателей и рециркуляторов для помещений, наличие которых сейчас обязательно в местах массового посечения людей. Везде по-разному, но если незначительный, то это административный штраф, и если это значительно и представляет угрозу для жизни и здоровья людей, то материал согласовывается с прокуратурой и передается в суд для приостановления деятельности данной организации. И штрафы есть? И штрафы есть, и где-то около 15 согласований с прокуратурой для проведения внеплановых проверок. В ходе совместного рейда с представителями республиканских СМИ участники рабочей группы не выявили нарушений. На всех объектах дистанция полтора метра между столами соблюдена. Да и в самих банкетных залах лишь пустые столы и одинокие стулья. Рахмат Халчичев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Распродажа голубых елей. Высота 4-5 метров. Черкесск, улица Привокзальная, 70. Телефон 8-928-029-2050. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8-87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. Продается дачный домик «Бытовка». 15 квадратных метров. Цена 150 тысяч рублей. Черкеска, улица Привокзальная, 70. Телефон 8-928-029-2050. Телеканал «Россия» объявляет кастинг нового сезона всероссийского конкурса «Синяя птица». Чуть не взлетаю. Твой талант, твой ключ к успеху. Большой такой шаг на большую сцену. А возраст – твое преимущество. Э-ка-ка! Верь в себя. Ты можешь быть на равных со звездами. И зелень глаз моих, и нежный голос. Я была просто в полнейшем шоке. В главных ролях в кино. Добро пожаловать в Белогорье. И первым на самых престижных международных конкурсах. Я уверена, что он достойно нас представит на Евровидении в Эдинбурге. Приходи на кастинг. Не упусти свой шанс проснуться знаменитым. Мечты сбываются. «Синяя птица» исполняет мечты. Подробности на сайте птица.тв. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Председатель избирательной комиссии Карачао-Черкесии Лариса Базалиева огласила результаты выборов депутатов представительных органов местного самоуправления. В этот раз немало было самовыдвиженцев. Они получили 66 мандатов, отметила председатель Резизбиркома. Больше всего депутатских мандатов у кандидатов от партии «Единая Россия». Также Лариса Базалиева дала высокую оценку в подготовке и проведении выборов, на которых были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. У жителей была возможность, не опасаясь за свое здоровье, прийти на участки и проголосовать. Итоги, они с точки зрения партийные, такие. «Единая Россия» 254 мандата заместила. 66 мандатов замещено депутатами, которые шли в порядке самого движения. «Либерально-демократическая партия России» получила 4 мандата. «Коммунистическая партия Российской Федерации» 34 мандата. «Казачья партия Российской Федерации» 1 мандат. И вот такое распределение, мне кажется, даст возможность влить, скажем так, новые какие-то направления в жизнь наших аулов. Явка составила 62,45 на выборах, средняя явка по республике. В голосовании приняли участие 50 994 избирателя. Это по всем 48 избирательным кампаниям. Лес – одно из главных богатств России, бесценный экономический и экологический ресурс страны. Его воспроизводство и рациональное использование в числе государственных приоритетов. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники леса. С какими проблемами приходится сталкиваться нашим лесничим? Каковы их главные задачи? Ольга Савенко встретилась с сотрудниками Тибердинского государственного заповедника. Каковы основные функции и задачи организации, которую вы возглавляете? Организация Даудского федерального заказника зоологического, охрана флора, фауна, заказника. Он образован в 1986 году как зоологический заказник федерального значения. Так что в наши функции входят охрана флора и фауна. Животный мир, пресечение браконьерства, ловля рыбы, вырубка лесов. Кто сегодня работает на благо леса и в лесу? Какова нагрузка на сотрудника? У нас государственные инспекторы охраны территории в окружающей сфере ДЭ. Государственные инспекторы отпечают за определенные участки. У нас 10 участков в федеральном заказнике. На каждого государственного инспектора приходится 7 тысяч гектаров угодий. Но ведь это большая нагрузка? Да, нагрузка большая, потому что местность у нас гористая. Приходится пешком. Транспорта как такового нет. У меня транспорт и на угол государственного инспектора, который отвечает за определенную территорию. Приходится, да, нагрузка большая. Все знают, что лес – это наше богатство, но не все это понимают. Когда бы не включил телевизор, во всех регионах сплошные пожары. А как обстоят дела у нас в Карачаево-Черкесии? Сколько было пожаров и по чьей вине? Этой весной у нас два пожара было, да, по Учкулану и по Дауту. Пожары лесные – это бич и заказника федерального, и биосферного Тибердинского заповедника. Вот сейчас жаркая погода, вот боимся, вот сейчас, не дай бог, загорится там. Будем работать. Весенний пал у нас самое бедственное положение – это в заказнике. Ну, Тибердинское заповедник не так, как в заказнике, понимаете. У нас хозяйственная деятельность в заказнике разрешена. Находится, вы видели, там под Аутском ущелье столько кошар, столько животноводческих этих точек. И вот каждый думает, что вот весной траву подпалил, прошлогоднюю, трава молодая вылезет, там, основные там, они ссылаются на клещей, понимаете. И вот приходится неделями, если, не дай бог, там осадков не бывает, мы и месяц тушим, и больше месяца, ну, неделями вот так приходится, там, тушить пожары своими силами. Кстати, тушение пожаров – это тоже забота лесничих или нет? Это обязанности и сотрудников заказника, нам же также помогают сотрудники заповедника, лесничество помогают и работники МЧС. Обязаны просто помогать при тушении пожаров. Даже население обязано помогать. Если на территории населенных пунктов происходит пожар, обязаны хотя бы, чисто по-человечески. А так приходится нам самим тушить. Ну, лесничество помогает, а МЧС приезжает, ну, основная нагрузка на сотрудников государственных инспекторов охраны территории, и заказника, и заповедника Тебердинского. У вас для этого все есть необходимое? Ну, выделяют транспорт, бензин, выделяют топливо и, ну, инструмент для тушения лесных, гористой местности. Туда машину загонишь. У нас ранцы, лопата. Ну, подручный материал, короче. Сами своими силами тушим. Обкапываем территорию, границы. Мы пытаемся не пропускать распространение пожара. Ну, лопатами в основном у нас. Осень была, да? Корчурки загорелась так. Мы неделю ездили, лопатами обкапывали, водой заливали. Осень, поздняя осень была, конец ноября. И то вот неделю ездили, тушили сами. И лесничество помогало, и МЧС присутствовал в нашей тушении пожара. Существует мнение, что у нас очень много лесов незаконно вырубается. Так ли это? Что вы скажете? Насколько я помню, да, вот сколько я уже с 13-го года, я в федеральном заказнике работаю. Ни одного случая вот сейчас. Вырубки запретили у нас. И подконтрольные нам территории сейчас нарушений таковых нет. Ни вырубок нету, ни заготовок дров. Все под запретом. Не разрешают, не дают сейчас деревянок. Как раньше, запрет с 16-го года здесь, на территории. Какая часть участков, на которых растет лес, передана в аренду? И насколько добросовестно арендодатели выполняют свои обязанности по сохранению леса? Все эти обязательства, которые даны по арендатору, они это по закону делают, не рубят, потому что эти деревья, которые находятся на его территории, данные в частях, не урубают, там считают они, все зафиксировано. Поэтому они удерживают вот эти законы. То есть не нарушают? Не нарушают так особо, потому что им отвечает это за все. Есть другая проблема, которая с мусором. Все, кто находится на территории заказника, они свой мусор... Ну, сейчас вот по воскресеньям ездит машина с Карачаевска, забирают этот мусор. Ну, раньше, вот до этого года, этот мусор, они вот выкидывают, выбрасывают. Ходишь по лесу, невозможно уже ходить в некоторых местах. Очень грязно. Мусор выкидывают. На основном. Ну, приезжие так не поступают. Мы сколько вот наблюдали, все. Чисто вот местное население, понимаете. Все нарушения от наших местных происходят. Как вы решаете эту проблему? У вас есть возможность наказывать как-то, выписать штрафы, административное взыскание накладывать? Проблемы с мусором мы как решаем? Вот проводим беседы. Вот кошара, например, подъезжаем, это уже не один раз. Беседуем, просим просто, чтобы не выбрасывали мусор поблизости своих этих кошар, чтобы убирали за собой. И вот каждую весну, вот сколько мы раз, да, проводили мешки, берем, на машинах выезжаем и собираем мусор вдоль дорог. Вот едет машина, им не зазорно, выпил там, выкинул вдоль дороги, валяется все. Сколько раз мы убираем? Мы сами проводим субботники по очистке вот этих мусоров. А так предупреждаем. Предупреждение обязано составлять протокола. Если на это закон, за выброс мусора в неопределенном месте, мы имеем право составлять протокол. Работа у вас трудная, сложная. Вы постоянно в разъездах и опасно, потому что никто не исключает возможности того, что вы встретитесь с браконьерами. И насколько я знаю, зарплата у вас достаточно, ну, невысокая, скажем так. Существует ли дефицит кадров? Идет ли молодежь к вам? У нас определенное количество должностей. Ну, конечно, молодежь пойдет. Пойдет, конечно. У нас, понимаете, закон как бы запрещает там пенсионеров увольнять. Ну, если будет закон, молодежь бегом побежит, конечно. Молодежь, конечно, было бы хорошо. Возьмем обычный пример. Молодежь, вот, при тушении пожаров, в основном выходит молодежь. Стариков то жалко, то не могут, то одно другое, то... Ну, молодежь была бы, конечно, была бы лучше и для сотрудников, и для заповедника, и для заказников, чтобы работала молодежь. Потому что молодой организм, есть молодой организм. И по традиции ваши пожелания к профессиональному празднику? Чтобы все сотрудники охраны лесов, заповедников, заказников, особо охраняемых природных территорий, добились того, что они сами себе пожелают, пусть добьются этого. Хорошую работу, хорошее настроение, чтобы они с настроением шли на работу. Всем здоровья, семейного благополучия. На Клухорском перевале вновь увековечили память советских солдат. На высоте почти 3000 метров прошел региональный форум «Наследие». В нем приняли участие работники отдела культуры Карачаевска, представители Тибердинского заповедника, гости из разных регионов страны. О патриотической акции расскажет Аслан Гирюгов. В 1942 году здесь, на высоте 2780 метров, шли ожесточенные бои. 17 августа штурмом был взят Клухорский перевал. Эта история вписана в летопись Великой Победы. Для всех участников восхождения провели небольшую экскурсию по боевым местам. Здесь можно встретить много обелисков и памятных табличек в честь тех, кто проливал кровь ради победы. Были разборные пушки, которые спокойно поднимались, можно было поднять. А каким образом? Вот за счет таких конструкций лебедок. Мы видим верхнюю часть этой лебедки. Вторая была на том склоне, то есть туда доставлялось оружие. И вы видите, что прошло 75 лет после того, как отгремели последние залпы войны. Но эта лебедка до сих пор в рабочем состоянии. Символично и название форума – «Наследие». Ведь все мы – наследники доблестных воинов. Тех, кто не останавливался перед грозным врагом, освободив свою страну и весь мир от фашистов. Новую мемориальную доску установили на месте захоронения немецких солдат. На ней надпись «Обидишь друга – наживешь врага ты. Врага обнимешь – друга обретешь». Это и отличает данную акцию от многих других, поскольку такой жест показывает, насколько для нашей страны имеет большое значение история Великой Отечественной войны. Это память тем, кто остался на этой земле и лежат в этой земле. Пусть память нас объединяет и пусть память станет символом мира. Участники акции отметили, что подобные мероприятия должны проводиться чаще, ведь с их помощью подрастающее поколение будет помнить и чтить подвиг солдат. На вершине сиял теколор Карачаева-Черкесии – знак мужества, сплоченности и дружбы народов. В Кабардино-Балкарии подвели итоги черкесского дерби. Это самый продолжительный конный пробег тысячи километров тяжелейшей трассы. Каждый день с шести утра и до шести вечера обязательно нужно было преодолевать по сто километров. В день подведения итогов этих увлекательных соревнований на месте работала наша съемочная группа. Зарема Карданова подробнее. Всадникам нужно было уложиться в определенное время, за 10 дней пройти все 100 километров с утра и до шести вечера. И так каждый день. За соревнованиями следили российские и международные судьи. Мы отслеживаем всадника по ГЛОНАССу, по GPS, чтобы они шли четкую дистанцию, потому что это все будет доказательной базой того, что они делают рекорд. К участию допускались скакуны старше семи лет. Несмотря на то, что эта порода отличается скоростью и выносливостью, из 11 скакунов до финишнего дня добрались только трое – Инал, Шагди и Казбич. На самом деле стартовать должно было больше лошадей, но здесь достаточно жесткие критерии отбора по ветеринарным показаниям, по готовности лошади к этим испытаниям и даже по готовности всадника к этим испытаниям. Поэтому, конечно, не все желающие могли принять здесь участие. Работа фонда находится под пристальным вниманием Института коневодства России. На ДРБ приехал руководитель этого научного учреждения, который рассказал о совместной работе с сотрудниками Германского университета имени Гумбольта по изучению генома лошадей кабардинской породы. Мы теперь будем иметь полнейшее представление о генетических особенностях кабардинской породы. И, кстати, вот это мероприятие, оно тоже нам дает уникальный материал. Это событие стало достоянием всех его участников, ветеринарного состава и международных экспертов благодаря большому энтузиасту, учредителю фонда сохранения и развития кабардинской лошади Артуру Себекову. Эта порода имеет самое серьезное будущее в мировом спорте и в мировых дистанционных испытаниях. Под вечер к назначенному времени под радостные возгласы и звуки национальной гармоники встретили финишеров этих уникальных соревнований. Каждый российский диплом дублируется дипломом мирового рекорда. Рекорд, наибольшее расстояние, преодоленное за 10 суток, верхом в России, с результатом 1200 километра 300 метров, официально объявляется зафиксированным. На подиуме стоят скромные всадники с дипломами и кубками, но они сегодня главные герои, которые вместе со своими питомцами преодолели исторический путь. Думается, и Роберт Кунижев, и Арсен Дудов, и Шамиль Гатов в душе благодарят своих братьев меньших, ведь не зря в черкесском языке слово «ш» означает «брат». Зарима Карданова, Мухаммеда Шибоков, Веси, Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин